Место проведения Иваниковских чтений совпадает с тем университетом, где у нас открыты или работают, или планируется открываться совместные лаборатории по разным направлениям. В Великом Новгороде у нас лаборатория по гибербезопасности, в Орле есть своя лаборатория. В Нижнем Снежном Новгороде университетом у нас тоже есть планы и опыт реализации проектов, в частности, с использованием и развитием методов искусственного интеллекта. И это не случайно, потому что год науки раз, 800-летие два, Нижний позиционируется как IT-столица три. Мы выиграли IT-кампус четыре. Мы написали приоритеты, в которых у нас IT-технологии являются пронизывающими через все стратпроекты. И основным членом консорциума как раз является СПРА. И плюс мы сейчас с СПРА обсуждаем очень активные сетевые программы по информационной безопасности и по подготовке элитных IT-кадров. У нас в стране очень много университетов, больше 700, и много удобных, прекрасных мест для проведения. Честно говоря, Нижний Новгород, даже среди лидеров столицы, Петербургской, Московской, он занимает отдельное прекрасное место. Доклад мой будет отражать проблему цифровых технологий в медицине, в частности в операционном блоке, именно организация цифровых систем, системной визуализации, с полученными данными в клинике от компьютерного томографа, от аппарата крузии. И совмещение всех вот этих, будем так говорить, материалов с экспликацией на то изображение, которое мы получаем во время операции. Это напрямую с нами связано, потому что мы основные потребители всего того, что происходит здесь. Я надеюсь, что в формате так называемых систем принятия решений, которые сопровождают принятие решений врачами во время операции, а также в постановке диагноза, вот именно эти информационные технологии и именно развитие вот этих сопер-современных компьютеров и искусственного интеллекта, они будут нам, собственно, очень полезны. Университет тоже представлен очень хорошо. Я сейчас, боюсь ошибиться, ну, 10 или 15 докладов у нас есть, но мы вписаны во всей секции программы. Вот, по, как я уже сказал, цифровой медицине в секции только у нас 3 доклада, доклад таких хороших, обзорных. Вот, конференция очень интересная и хорошо стыкуется с профилем нашего университета. Когда они просто изучают мат-анализ, официальные уравнения, алгебру, геометрию, какая бы она ни была красивая с точки зрения науки, они не понимают, а где это я вот буду применимать и куда я приду с этими знаниями. И когда мы их сразу окунаем вот в эти вопросы, и это просто сразу получается другой виток и другое качество образования. Отлично, что мы можем хотя бы часть студентов пригласить в очном формате, чтобы они прикоснулись к этой науке, которая существует в IT-технологиях, что это не только прикладная специальность, но и глубоко научная. И увидеть тех живых ученых, которые сделали IT-науку в России. Возможно, вдохновятся, продолжат свой путь дальше в науке, в университете, или в Эсперан, или в других научных институтах, и станут будущими светилами IT-науки России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok